Главные воздушные ворота острова Бали – Международный аэропорт Энгура-Храй. Назван в честь национального героя Индонезии и густи Энгура-Храя, погибшего в 1946 году в боях за независимость страны. Также известен как Международный аэропорт Динпасар. Расположен на южной оконечности острова, в 13 километрах от столицы Бали и Динпасара и 2,5 километра от курортного города Кута. Это третий по величине аэропорт Индонезии после Международного аэропорта Сукарна-Хатта в Джакарте и Международного аэропорта имени Джуанды в Сурабае. Код IATA, DPS. Код ICO, WADD. Адрес – Бандара Интернешнл Айгастян Герарай Бали Бадунг, Бали, Индонесия 80362. Официальный сайт – balidefiseapod.com, на английском и индонезийском языках. Телефон – плюс 62-361-935-1011. Время работы – круглосуточно. Бали, Крит, онлайн-табло рейсов аэропорт Одинпасара можно посмотреть здесь, www.bali-airport.com. Касая черта – flight defis status defis arrevales defis departures. В специальном окошке над таблицей необходимо отметить в кружочке «арревалес прибытие» или «depатчерес» отправление и выбрать интересующий промежуток времени, например, с 6 Ам до 9 Ам. Разница во времени с Москвой составляет плюс 5 часов. На официальном сайте аэропорта Бали табло прилета и вылета доступно по ссылке balidefiseapod.com касая черта n касая черта arreval defis terminal касая черта индекс. Бали – перелет из Москвы-энгурах рай, аэропорт с отличным расположением курорты Кутай и Джамбаран находится менее чем в 3-х километрах. Если багаж невелик и не слишком жарко, например, в ранние утренние часы, можно за 30-40 минут добраться до – от аэропорта пешком. Из Нуса-Дуа, Джамбарана, Динпасара или Батубулана до аэропорта Ингурах рай ходят синие автобусы – Сарбаджита. Время в пути – 30-40 минут. Всего есть три маршрута – Табанан, автостанция в Динпасаре, Бандара, аэропорт Бали. Стоимость проезда – 7000 индонезийских рупий, 31 рубль и 50 копеек звездочка. Наса-Дуа, Нуса-Дуа, Бандара, аэропорт Бали. Стоимость – 3500 рупий, 16 рублей звездочка. Батубулан, этническая деревня Батубулан, Бандара, аэропорт Бали. Стоит проезд также 3500 рупий звездочка. По расписанию они должны ходить с 5 часов до 21 часа каждые 15-20 минут, но по отзывам туристов на деле ходят реже. Если автобусы – Сарбаджита – ориентированы преимущественно на туристов, то маршрутки Бема – это транспорт для местных. Едут они медленно, пассажиров набирают много, останавливаются не на остановках, а на любом отрезке пути по взмаху руки прохожего. Пассажиру, чтобы попросить об остановке, нужно постучать в окошко водителю. Основная трудность – язык. Без знания языка довольно трудно разобраться, куда следует Бема. Стоимость проезда – 6500-1000 рупий, 30-45 рублей. Звездочка, однако с иностранцев могут попросить больше. Уточнить цену можно на специальном стенде на стоянке Бема паблик Бема, напротив выхода из аэропорта. Время в пути до аэропорта даже из ближайших пунктов может составить более часа. Одним из наиболее надежных и недорогих сервисов такси на отца Бали многие туристы считают – Блуберт. Телефон для вызова этих голубеньких машинок – плюс 62-36-170-11-11. Операторы говорят по-английски. Поездка из аэропорта до центра Динпасара будет стоить около 9000-14000 рупий, 4630 рублей звездочка. Время в пути – около 30 минут без пробок. На Бали есть также международный такси-сервис Uber. Чтобы им воспользоваться, необходимо скачать приложение от .uber.com касая черта логин касая черта. Uber нижнее подчеркивание клиент нижнее подчеркивание ним равно редерсайна ппрома нижнее подчеркивание код равно UberBali1UE. Далее указать пункт отправления и пункт назначения и выбрать способ оплаты – наличными или картой. Цены звездочка, посадка – 7000 рупий, 31 рубль и 50 копеек. 1 километр – 6000 рупий, 27 рублей. Отмена такси после заказа – 10000 рупий, 45 рублей. Существует еще мототакси – GoJek. В сам аэропорт их не пускают, можно доехать только до парковки скутеров, что неподалеку. Этот способ позволяет доехать быстро и без пробок, к тому же он дешевле, чем на машины. Проезд на ближайшие курорты обойдется в 25000 рупий, 112 рублей звездочка. Минус – неудобно с большим багажом. Важно, на Бали действует своеобразная мафия такси, на некоторые пляжи, например, Эко-Бич, местные водители не пускают машины, Bluebird или Uber. В этом случае лучше вызвать такси на какую-то из соседних улиц. Практически в любом отеле есть возможность заказать трансфер до аэропорта. Цена поездки из близлежащих пунктов, например, Куты, составит от 1200 рублей. Звездочка дорого, зато максимально надежно, комфортно и быстро. Тем более, что машина обычно рассчитана на 3-4 человек, так что в складчину выйдет всего по 300-400 рублей. С каждого, аренда авто на острове обойдется в 15-25 долларов США, 960 1600 рублей. Звездочка, за сутки, с водителем 30-40 долларов США, 1900-2600 рублей. Звездочка, за 10-ти часовой рабочий день плюс бензин. Скутер, очень популярный вид транспорта на отца Бали и очень удобный, если учитывать пробки. Повсюду множество пунктов аренды, стоимость ее совсем не высока, 5000-00, 80-000 рупий, 225-360 рублей. Звездочка, за сутки. Никакие документы и залоги не нужны, только номер телефона и адрес проживания туриста на острове. Однако права, причем международные, а не российские, все же понадобятся, чтобы избежать штрафов. Внимание! На острове Бали не особенно соблюдают правила, как местные, так и приезжие ездят на высоких скоростях, особенно ночью. Поэтому не следует пренебрегать шлемом и другой защитой. Бали открылся для туристов рядом со зданием аэропорта. Прямо напротив, есть парковка на 1600 мест для автомобилей, скутеров, мотоциклов и автобусов. По виду она напоминает усеченную многоэтажную пирамиду с «висячими садами». Цены очень низкие, для мотоциклов, 2000 рупий, 9 рублей. Час-звездочка, для легковых автомобилей, 4000 рупий, 16 рублей. Час-звездочка. На острове Бали аэропорт небольшой, ориентироваться в нем довольно легко, международные внутренние терминалы соединены в единый комплекс торговой зоны «Фестивал Плаза». Международный терминал оформлен в традиционном балийском стиле. В аэропорту Ингурахрай пассажирам доступны следующие услуги – камера хранения. Расположена в зале прилета международного терминала в 200-250 метрах налево от входа. Легко узнать по окошечку с надписью «Локерс Рум». Стоимость передержки багажа – 50 тысяч рупий, 225 рублей. Звездочка, в сутки. Стойка заказа такси. Находится в зале прилета неподалеку от камеры хранения. Там же стенд с ценами на поездки в любую часть острова. Правда, цены там в полтора-два раза выше, чем при заказе, например, «Блуберд», такси. Столы с розетками в зоне вылета международного терминала. Пункты обмена валюты. Находится в зале прилета на первом этаже. В аэропорту курс невыгодный, поэтому лучше взять деньги только на дорогу – 1 000 000 200 000 рупий хватит с запасом на такси до центра Динпасара. Банкоматы. Находится на первом этаже в зале прилета. Отделение индонезийских банков – Мандери, Биэнай. Кафе и рестораны – от фастфуда до традиционной кухни, свежая выпечка. Расположены на третьем этаже международного терминала в зоне вылета. Детские игровые зоны и детские комнаты. Сувенирные магазины, в том числе Dati Free. Турагентство. Центры релаксации и СПА-салоны, КАИ-СПА и Рефлексологи, находятся в зоне вылета международных рейсов. Прада-СПА – расположен в зоне вылета внутренних рейсов. Залы ожидания повышенной комфортности. JS Premier Lounge – для пассажиров первого и бизнес-классов расположен в терминале международных вылетов на третьем этаже. Стоимость пребывания за 3 часа – 27 долларов США, 1700 рублей. Звездочка – для взрослых и 16 долларов США, 1000 рублей. Звездочка – для детей. Предоставляются питание, напитки, Wi-Fi, пресса, телефон, факс, телевизор, отдельный туалет и душ, детская комната. Garuda Lounge – аналогичные услуги, но во внутреннем терминале. Пункт продажи сим-карт – симпати. Расположен на выходе из международного терминала. Можно сразу подключить интернет. Правда, на улицах или в супермаркетах аналогичные сим-карты будут стоить дешевле. Бесплатный Wi-Fi доступен на всей территории аэровокзала. Ниже привиден список отелей, расположенных практически на территории аэропорта, до которых можно добраться пешком за 5-10 минут, Балаэраэа подхотел. Расположен в шаговой доступности от аэропорта. Стоимость проживания – от 1300 рублей, ночь звездочка. 12 номеров, есть ресторан, бассейн, бильярд. Точный адрес – Индонисия, Бали, Динпасар, Джалан Эапат, Энгера Рай. Телефон – плюс 62-361-93-500-82. Hilton Garden Inn Bali, Энгера Рай Эапат. Более дорогой и фешенебельный вариант международной сети отелей – Hilton Garden Inn. Стоимость – от 1305-400 рублей, сутки звездочка. 291 номер различного уровня, бары, бассейны, вай-фай и другие удобства. Адрес – Джалан Эапатенгера Райно 7, Табан, Бадунг, 80361, Кута, Индонисия. Телефон – плюс 62-361-897-6100. А Ника Милати хотела НТСПА. Уютный и недорогой вариант. Стоимость проживания – от 1000 рублей, сутки звездочка. 20 номеров – ресторан, бар, бассейн. Адрес – Индонисия, Бали, Динпасар, Джалан Эапатенгера Рай. Телефон – плюс 62-361-93-667-91. С аэропортом сотрудничают все крупнейшие авиаперевозчики мира – Аэрофлот, Стыковка в Сиуле, Бангкоке, Гонконге и других городах – Тай Аэруэйс, Индонисия и Рассия, Эмирейтс, КЛМ, Сингапур Аэрлайнс, Карин Эйр, Чайна Истерн Аэрлайнс, Чайна Саузерн Аэрлайнс, Люфтганза, Теркиш Аэрлайнс, Бритиш Аэрлайнс, Хонг Конг Аэрлайнс, Джетстар и другие. В последние годы пассажирооборот аэропорта Энгура-Храй составляет 5-6 миллионов человек в год, но может увеличиться до 20 миллионов, в таком случае правительство планирует построить в северной части острова Бали еще один аэропорт. Звездочка все цены актуальны на июнь.